200 лет без ремонта. Здание поликлиники номер 14 является памятником федерального значения, однако ресурсов для его реставрации нет. Обшерпанные стены, разваливающиеся ступени, осыпающаяся штукатурка. Все это ежедневно встречает пациентов. Вы сами видите, все разваливается, все страшное, все кошмарное. Это даже удивительно, что в наше время такое существует, что снаружи, что внутри практически одинаково. Все очень страшно. Врачи хорошие, привыкли уже к ним. Ремонта, конечно, нету давно, но потихонечку сделает. Лицо фасада, конечно, в ужасающем состоянии. На втором этаже ремонт сделали более или менее, а вот первый и фасад, конечно, нуждаются в ремонте. Поликлиника номер 14 была открыта в 1817 году по приказу Екатерины II. Она стала первой гражданской больницей Рязани. Здание выполнено в классическом стиле, скорее всего, по типовому проекту, потому что подобную архитектуру можно встретить и в других городах России. Интересно, что у него сохранился двойной адрес – современной улица Семинарская и старой улицы Каляева. Сейчас у нас вся улица называется Семинарская. От перекрестка с улицы Ленина и до конца, до товарного двора, до революции все-таки не вся улица называлась Семинарской. То есть эта часть называлась Мещанской. И сейчас эти две улицы соединили, они получили одно единое название. Каляева, да, улица называлась в советское время. Эта улица начала застраиваться в середине 18 века. Она была отдана под здание общественного презрения, то есть социально значимые объекты. На ней располагается редутный дом, тоже памятник федерального значения, один из немногих, сохранившихся до наших дней примеров гражданской архитектуры. Здание, в котором в разное время была и богодельня, и аптека, и даже дом для общественных увеселений. В недавнем прошлом здесь находился госпиталь. Насколько я знаю, здание стоит на балансе Министерства обороны. И сейчас в этом здании уже ничего давно нет, здание просто разваливается. Прямо перед ним нанесена свежая разметка под платную парковку. Однако оставлять здесь автомобиль может быть опасно для жизни. Колонны накренились, фасад держится только на деревянной балке. В любой момент конструкция рискует отвалиться. Но опасность от пешеходов и водителей скрывает крона деревьев. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».